Всем привет! С появлением Алисы в семье все чаще меня посещают мысли о полноценном умном доме. Но начинаю я как обычно с малого, поэтому сегодня на обзоре универсальный инфракрасный пульт с возможностью подключения к самым популярным ассистентам, а именно уже упомянутой Алиса, Маруся и даже Google. Плюс к этому, естественная работа в нативной экосистеме Ellari. Ну а теперь подробней, поехали! Сам по себе пульт представляет собой миниатюрную коробочку с единственным портом microUSB и комплектным двухсторонним скотчем для крепления буквально к любому месту в доме. Никакого комплектного зарядного устройства нет, что является минусом, ведь об этом надо отдельно позаботиться, а суть устройства такова, что оно должно находиться всегда в сети. После включения и удержания кнопки сброса пульт переходит в режим настройки, который выполняется через фирменное приложение Ellari Smart Home. Именно с помощью него наша волшебная коробочка подключается к Wi-Fi, который обязательно должен быть частотой 2,4 ГГц и прикрепляется к вашему аккаунту. Далее, посмотрев раздел FAC, можно обнаружить и подсказку по интеграции с Алисой. Наконец, после вышеописанного можно и начать добавление устройств. База приложения весьма и весьма обширная, а с помощью подсказок интерфейса с настройкой не должно возникнуть проблем. Плюс доступна и ручная настройка для нетипичных устройств. Алиса же перехватывает добавленные гаджеты и подскажет, какие команды будут доступны для каждого из них после синхронизации, которая выполняется вручную. И скажу сразу, здесь есть свои недостатки. Во-первых, настроенный пульт устройства далеко не факт, что будет распознан ассистентом от Яндекса. Пример, возможность управления саундбаром от Samsung была только через приложение Ellari. А во-вторых, даже поддерживаемые устройства могут быть несколько усечены по управлению. Поясню, например, на телевизоре переключение входных интерфейсов через Алису было недоступно, только типичные функции управления громкостью, включения-выключения и переключения каналов. С другой стороны, связка голосового ассистента и пульта от Ellari добавляет новые возможности, ранее недоступные по умолчанию для телевизора. Например, можно попросить ее сделать звук потише через 10 минут, а через 20 и вовсе выключить. Вы можете возразить, что таймер выключения есть у любого телевизора, но обычно там шаг доступных временных отрезков равен 30 минутам, что не очень удобно. А при регулировке громкости можно указать, насколько нужно ее понизить или повысить, что, конечно, безумно удобно. В любом случае, управление вручную через приложение на смартфоне никто не отменял. Алиса, сделай телевизор громче на 20. Плюс не стоит забывать и о возможности автоматизации внутри приложения Smart Home. Однако оно, конечно, больше завязано на остальные гаджеты экосистемы Ellari, что логично. Заявленная дальность работы пульта 10 метров, но учитывая отражение сигнала от стен, я думаю, он будет работать и в помещениях, имеющих и более длинные стены. Понятное дело, что рассмотренный пример с телевизором лишь малая часть возможности, ведь сюда можно добавить и кондиционер, который, кстати, будет синхронизирован с Алисой. Например, для теста я добавил пульт неустановленной дома климатической установки, и он без проблем появился в умном доме от Яндекса. Подводя итоги этого краткого обзора, хочу сказать, что гаджет весьма полезный и удобный. В особенности, если в отдельно взятой комнате у вас установлено много устройств с ИК-управлением. Но, конечно же, не без минусов, ведь современные телевизоры нет-нет, да и переходят на блютуз-пульты. Плюс не все устройства будут добавлены в Алису, а для включения устройства вам придется подыскать отдельную зарядку. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!